Так, ребят, выкладываю вот сейчас. Задержку всё-таки поменьше сделал, 20 секунд. Так, ну лайфенги, кстати, непонятно, что-то тут. Кого-то нет, что ли, тут, я не знаю. Так, что-то натурал тут пользует, ползает. Так, вот так. Так, вот так. Спасибо всем за плюсики. Так, я вижу, что 10 уже есть. Стрим вроде пошёл, отлично. Так. 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 А, играют пвп, ну ждем, короче, мы ждем. 1 на 1. А, это еще только первый матч вообще, ну ладно. Сейчас я твич проверю, работает вообще или нет. Работает отлично. Давайте чуть-чуть в арде посмотрим. Совсем немножечко. Посмотрим, что здесь в пвпшке творится. Все только началась она. Джим против Раш Крейзи. Здорово, дихуджи. Дихуджи. Ну что, ребята, пока что рестрим, но сейчас в игру. Я варусь 5 матчей у нас на сегодня там будет. Еще Бьян Супер, Джим Раш Крейзи они будут играть. Сейчас два китайца как раз друг с другом сыграют. Останутся корейцы у нас как раз самое интересное. Все впереди. Вот это круто. Хотя мне надо заранее, пораньше, посвободиться. Потому что у меня там человеку надо на работу до 6 доехать. А то он мне денежек должен. Говорит, лучше приедь, а то потратиться могут. Вот. Поэтому надо приехать лучше. Чтобы ничего там нигде не потратилось. Но сегодня вечером вроде ничего особо и нету на самом деле, насколько я вижу. Ну да, особо ничего нету. Здорово, Акерыч. Спасибо, короче, всем еще раз за поддержку, ребята, за внимание. Вот на диван уже десяточка по цифрам. Вот, понятное дело, я пишу все цифры реальные, как вы поддерживаете. Но если через Gplayer там комиссия есть, ну, в любом случае там будет отсутствовать, да, какую-то часть. Но с этим я разберусь сам. Вот. Ну, короче, поддерживайте меня и мой канал. Соответственно, отблоки отключайтесь, на премиум подписывайтесь. По реквизитам или напрямую, или через плеер поддерживайте. Мы смотрим Life and Cup. Джим, что-то по лимиту 60 на 47. А что, почему так-то? Я что-то не понял. Тут там побил, ну, вообще, что-то так хорошо все было. Так, ну и Джим собирается еще и в лоб пробивать оппонента. Плюс 5 гейтов адептами. Оппонент его делает blink. Будут ли сегодня зерги? Нет, здесь, вот в этой группе тираны три протаса у нас, собственно, играет. Как, во второй группе С, а это будет уже, а, ну, это уже 29 августа будет. Там играют два тирана два протаса. Вот 30 августа, что касаемо Life and Cup, будет играть Life King, Сигуа и Асуну. Два тирана два зерга. Но я видел тут СГЛ, аналог, аналог Life King, который, который проходит на американском сервере. Это завтра, кстати, будет. Шанган Клинк во сколько начинается? Группа С, ребятки. Ё-моё. Ох, завтра, кстати, ребят, Must-C. Группа, группа С. Ниб, Блай, Гумиху, Валет. Ниб против Блай, Гумиху. А, ну, тут каждый с каждым там тоже будет играть. Блай будет играть и с Нибом, и с Гумихой, и с Валетом. Это будет... Это будет очень интересно. А Блай, Ниба, между прочим, шатал. Ну что же, это будет завтра. Приходите смотреть, будет это после Старлиги. А, в 15.00 СС, да, в 16.00 по московскому времени завтра такая группа будет. Здесь в это время прессинг идёт, ребят, я извиняюсь, что это сегодня часто от игры отвлекаюсь. Идёт адепты на Мэйни, адепты. Вот, ой-ой-ой, Джим зашёл. Смотрите, как адепты там, сколько, сколько уверчажей-то было много, ё-моё. Так, Immortal выходит на блинке. Здесь контроли, трэш-крэйзи, просто как дикий. Адепты спускаются вниз, надо эскейп жать, не надо телепортироваться. Нет, решил телепортнуться в рабов, и, кстати, удачно телепортируются. Вообще, Красный Протс даже не пытается рабочих своих отбить. Всю минеральную линию теряет. Это 2-2-1 в пользу Джима, скорее всего. Хотя нет, здесь, смотрите-ка, Immortal выбил. И сейчас это... Да какой отобьётся? 13-35 по рабам, 35-68 по боевому. Да хоть ты 5 раз здесь отбивайся, г-г. Отменяю стрим здесь. Так, зовёт меня ЛФК, спасибо ему. Показало, что он типа в оффлайн ушёл, он на самом деле просто в игре был. Следующая игра у нас, судя по всему, будет Гуми... А, нет, подождите. Следующая игра, судя по всему, Бьян против Джима будет у нас. Ну что же, ТВП. Ну, Джим неплохой Протс. Вставочки на киппетики есть, кому интересно пилить им. Жаль, что у меня нет условных баксов, только ЦМ, я бы экспрессик бы напилил на корейцев. Привет, Рурба. Задержка 90 секунд, помню. Я ставки не ставлю, просто я с киппетом сотрудничаю. Вот, как вчера вы заметили, он поддерживает и турниры. Вот, по соточке баксов я изи могу просить на каждый турнир. Да, вот, как вчера на Старлайн лигу поддержали они. Вот. Ну и мне, естественно, от этого плюс есть. Вот. Вообще, я людям не особо рекомендую этим заниматься, но у многих получается, да, как бы, в плюс уходить. У многих нет, у большинства, конечно же. Вот, но заниматься этим не хочу, как бы, плотно сам. Вот. Так что, так, а тебе, Рурба, спасибо большое за поддержку. Какой-то, кстати, кошелек этот в этом плане хорявный. Прямо сразу все вывелось там. Я даже удивился. Так, пошел инвайт, захожу. Так. А, надо зайти. Так, пошел инвайт. Так, ну, адрес я пока не добавлял этого кошелька никуда. Не знаю, навряд ли у кого-то здесь есть биткоины, кто хочет мне их прислать. Вот, а других, я так понимаю, чтобы валют по тому кошельку, там нужно что-то, что-то делать нужно. Ну что, ребята, Бьян против Джима. Я извиняюсь, я еще до игры хотел отойти на минутку. Сейчас я вернусь. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Улучшение завершено. Так, я здесь, инвокер соло. Инвокер соло. Ну, я не знаю, где ее взять. Варди стримил, у Варди запись будет, наверное, на канале. Вот. Я был не в игре, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, где что там взять. Ну что, здесь гейтгаз не эксус кибернетчика. Здесь у нас, соответственно, рипер-реактор факта. Так, Рурба, надеюсь, ты слышал все, что я говорил, потому что ничего-то не писал. Вот, а я, ну, не в прямом эфире, задержка двенадцать секунд, соответственно. Так, Робот Вайлайт у Джима. Двадцать девять, двадцать четыре, парабам. Минка сейчас будет готова. Марики строятся, два ей сейчас будет четыре. Сейчас будет заказан скоро в Старпорте Медивак. Ну, им будет дробь минок Марик. Может, просто минки Марики дома останутся. Некоторые, наоборот, Мариков дробь будут. Минки дома оставляют от Оракула. Что именно Джим будет делать, непонятно пока. Ой, Бьян, простите. Джим все понятно, что делает. Джим, Робот делает топ-тервера, плюс два гейта добавляет. Рипером ворвался, минуснул пробку одну. Ну, Рипера тоже адепт минуснул. Еще немножечко пробок раскидал своей миночкой этой. Так, сколько у нас времени, кстати? Чего? Три часа почти, е-моё, время. Да, шесть Мариков минки дома остались, полетело. И плюс бараки пошли. Один, сейчас второй, видимо, будет заказан. Залетает Бьян, минус Апсервер видит адептов скалкеров. Адепт еще одного подряд. Какой контроль Мариков, е-моё, что он творит вообще, Бьян этот? Вы видите, что творит этот игрок вообще? Я, когда его смотрю, вспоминаю старый реплей Нады из первого Старкрафта, где он ликвид Назгула просто унижал четырьмя танками и двумя дропшипами. Он тоже, примерно, ну там тоже чудеса контроля было. Ну, что Бьян вообще творит? Ну, пять Сталкеров невозможно расконтролить, Бьян. Что ты делаешь? Стопа похвалил, а ошибка теряет. Все, ну, в это время три минки прилетают просто на вторую базу. Ну, за залп всего пять пробок убивает, и Медивак здесь на мэ не отдал. Ну, насколько халява. Иногда бывает день, когда по моей аналитике надо наоборот все ставки пилить. То есть, реально, как бы, я смотрю, ну, я смотрю по скилу, то есть, зачем... То есть, я не всех игроков знаю просто в какой форме. Корею просто смотрим постоянно мы все, и понятно. Например, СНГ вчера вот на Старлайне, ну, неправильно я, ну, немножечко, ну, как немножко, неправильно вообще сказал, не те игроки, я сказал, выйдут. Вот. Хотя я сказал, была Амината, но наоборот, там была и с первого Амината, и со второго. А вот это вот так вот. Ну, и за европейскими иногда не уследить, за корейцами еще более-менее. Ё-моё, какие залпы! Тринадцать пробок еще минус! Минками Бьян просто задрогывали сейчас в хлам. Вот, а так, как бы, я стараюсь, ну, если накибать ставки пиля, с кем сотрудничаю, как бы, просто, ну, они на разных конторах, естественно, эти ставки есть. То есть, я стараюсь свои прогнозы давать, а вы там уже выводы сами делаете. Если кому помогает, так я только рад. Так, полетели, в общем-то, танки ближе. Мьян идет убивать уже здесь. 45-48 парабам, дропают с танки. Залп по пробкам. Три пробочки уничтожены. Спускаться будет у нас в рот. Адептов вниз выводят. Сталкеры заходят. Я не знаю, по-моему, Бьяну достаточно для того, чтобы убить юнитов. Или недостаточно. Стима нету, нет, недостаточно все-таки юнитов. Короче, Джим здесь разбирает. Что-то Бьян здесь... Как-то наддавался, я вам скажу. Минус марики, 46. Ну, по-рабочим Бьянсеру в плюсе, третий СС-щик оставится. Ну, по-рабочим Бьянсеру в плюсе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пытался тут, в общем-то, да, Джим не то, что попытался, может он залетать, конечно, куда-то и будет, но не сейчас. В общем-то здесь у Бьяна туреток ничего нет, КСМ-ка одна за другой бегает. Бывают и у Бьяна такие косяки, несмотря на АВС этот дичайший контроль с его стороны. Вот. Плюс два гейта, вот же мы еще на третьем. Ну, кстати, вот пролетал тиран, дропал мы... Так, минус призма, я не заметил, откуда эта био взялась, дропнулась. Наверное, на муви пришло здесь, в два дропшипа и не влезут два медивака все эти юмиты. Хотя так, 12... А, нет, как раз они влезают. Да, это идеально полные два дропа. Три мародера, 12 маликов. 10, точнее, маликов, прошу прощения. Дропались, просто дропались, минки. Вот это вот упертость. И все равно ни одной фотонки нету. А почему бы тирану и на этой стадии что-нибудь не подробуйте? Ну, конечно, надо стараться делать стационарную оборону, чего Джим вообще не делает, в принципе. Здесь два либератора есть, плюс мародера-марика достаточно много. Выдвигается Бьян вперед, его реально много здесь. Ну, наверное, позицию занимать с либераторами. Либераторов нечем Джиму вообще убивать. То есть у него есть, казалось бы, такая армия более-менее, чтобы с био подраться. Адепта с Н3 и пару и морков. А чтоб либераторов выбить, что? Ничего, он даже и не варпит ничего. А чем он собирается убивать-то, я не понимаю. Здесь еще минки. Ну, короче, 1-0. Ну, тут уже давно понятно, что 1-0 было. Просто Джим... Бьян что-то расслабился немножечко и упустил момент, когда убить можно вообще. Кстати, либераторов Джим в тыл сейчас зашел. Я себе, ё-моё, я... Джим отбивается. Здесь, кстати говоря, и по лимиту по-боевому почти вровень. Ну, 6 пробок минус, но... Идет дальше. На мимках какие залпы по адептам? Ну, на оклике идет вперед, но использует и свой шанс. Не может использовать. В общем, несмотря на все ошибки Бьяна, у него настолько преимущество большое. И настолько он уверен в своей игре, настолько он до этого все грамотно сделал, что все равно запас прочности просто гигантский. Смотрите, 40 лимитов в плюсе вообще. Ну, тут с либераторами, в общем-то, Бьян отбивается. Вы, наизичем. КСМ-ки против иммортлых идеальных юнита. Вот протасу, вот, хочу протасом всем сказать. Когда вы лезете на тирана, помните, что... А если в чистом поле адепта, сталкера, иммортал СН3 с гвардианом, там, вы фокусите либераторов, адепты врываются в био, они очень четко дерутся. Помните, когда вы пришли к тирану домой, там есть КСМ-ки и без флэша био плюс КСМ-ки грамотному тирану крайне сложно убить. Если они танкуют, то там просто, ну, нужно что-то, что их снимает вообще. То есть, идти уже надо, когда есть реальное преимущество. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорош, сраться, ребята. Лучше не надо. А то вы что-то сейчас начнете мамок там вспоминать. Я думаю, лучше без этого обойтись. 1-0 био ведет, очевидно, что кореец здесь фаворит. Очевидно, здесь нечего сраться вообще. И там ни при чем адепты, ни при чем что там. Все время у тирана запас прочности был, несмотря на ошибки в атаке. Ну, сыграй, сыграй четче джим. А в чем четкость бы заключалась грамотнее сыграть? В том, чтобы мимками столько в начале пробочек, например, бы не нафокусил бы у нас тиран. Не то, чтобы не нафокусил, не надропал бы столько. И ничего такого, чтобы тоже не было бы. Плюс еще там как по адептам минки жахли. Это же вообще жесть. Заливаю чай. Оп, трешечка от кренделяка заезжает, смотрю. Смотрю, поднимаешься, братан. По три уже вообще не шутяемо заходят. Глядишь, и на пять так выйдем. Линок. Слушай, Рурба, сложно сказать. Единственное сейчас Линока, что единственное, что у Линока сейчас хорошо, это что он в команде КТ находится. В сильной очень команде. Но игра его оставляет желать лучшего. Ласира даже сейчас лучше играет. А вообще, Зерги это слабое звено команды КТ Линока, Ласира. Ну и что в пролиге, что на соло турнирах, очень слабо отыгрывают. Линок был силен, а он с лайфом был в одной команде. Но вот как лайфа на ставках. Цепанули. Так и все, собственно говоря. Четыре Линок сдулся. Линок готов. Так, давайте на себя чай лить на белые футболки побольше, да? Пристройка завершена. Все, ладно, хороший чай уже холодный пить. Ту-ка в туалет ходить лишний раз. Так, СС-шечка достраивается. Фактас реактор. А, слабый фактас. Старпорт. Опа! Я чувствую, здесь запахло выходом марики, танк, циклон, либератор и тому подобными вещами. Что крайне напряженно на самом деле на этой карте. Так, что насчет перспектив Линока, я думаю, что пока вообще не вижу, как бы, чтобы он тащил. Ну, может быть, может быть, иногда все сидят, сидят, потом выстреливают. Ну, что? А в севере, к сожалению, для опроса пролетает мимо. Вот, если бы он на несколько секунд раньше, чем по факту уже, когда танк его обстреливать начнет, увидел бы это. Конечно же, для него было бы лучше. Пилон заказывает, отменяет. Заказал так, что сплэш просто по этому пилону проходил от атаки вот этого. Вот. Ну, я вам скажу, что... Так, опять чудо-контроль пошел. Блин, как пьянут, насколько он четко это делает. Как он не боится этого контроля-то, законтроливай. Вот. Еще одного марика потерял, но пробивает пилон. Он просто ускоряет сейчас пробивание, в общем-то, просто здесь. Циклон приехал, говорит, привет, Mother Core. Mother Core минус 63.58. ГГ-нчик, что ли, ребят? Похоже на то. Пробки в стейке уходят. Куда ты их в стейке-то ведешь? Как больно им. Как же им больно этим пробкам. Это жесть вообще. Танк по сталкерам делает залпу. Очень жесткий циклон по сталкерам. Тоже бомбит очень жестко. Марики пока живут. Выходят первые Mortal. 37.64. В первой же атаке бьян просто... Рейп зис чайни сбой. Кастом елс. Давно вы помните сами. Ха-ха-ха. А бьян, он, ну, не стесняется, как бы. Просто так у него на коленках не посидишь, как корейцы любят. Как бы тут, если... Ну, корейцам, может, и позволяет, а китайцам, ну, не очень. Что-то, как бы, китайцы... Ну, вы поняли, короче. Ладно, что-то я уже разгоняю. Ну, все, это старые расклады. Коленки. Рейп. Рейпы вот эти все. Твиттеры. И т.д. Апсерия летит. Минус опс. Приходят сталкера. Блинк есть. И что дальше? Блинк есть, да не заблинкнуться. Здесь либератор раскладывается. Видит, все прекрасно. Джим пока не сдается. Еще сталкеров пытаются доварпить. Но тут видно, что уже без шансов, на самом деле. Да, блинк, на ХГ пошел. Нужно призму сбивать обязательно. Сейчас, Бьяну. Кстати, Джим здесь достаточно успешно законтроливает, я вам скажу. Призму будет сбивать? Нет, призму не сбивает. Либератора выбил. Кстати, ну, все равно слишком что-то Бьяна много здесь. Танк опять в Сич, в общем-то, здесь на второй. Моряки новые выходят. Сейчас Старпорт и Медиваки полезут. Ну, 4 есть здесь сталкера. Один из них вообще там уже кончился. Вот, его сразу же Бьяна сфокусил. А Бьяна ждать, что он не будет его фокусить, это на самом деле провал. ГГ пишет. Джим 2-0, Бьян. Изи просто. Сигурн Форн Шнапс. Привет, Воронеж и ТВ, ребят. Кстати, как-то хотел я спросить. Тут на стриме с Илюхой мы искали квартиру в Кубинке. Там уже ничего невозможно вообще сделать. Вот, может быть, кто-нибудь из Кубинки у нас или рядом. Там живет, у кого-нибудь дача есть из Москвы. Вот, если такие есть, был бы признателен бы я, ребята. Если бы вы написали, может, день можно остановиться на дачу там. Хотя, ну, там за денежку, неважно как. Вот, ну, надо стрим, чтобы побольше людей было. Что у нас далее будет? Сейчас посмотрим. По расписанию Бьян против Райш Крейзи должен быть. Потом Бьян против Супера и Супер с китайцами ПВП должны быть. Ну, ждем, ждем. Ждем, ждем. Супер с китайцами ПВП. Супер с китайцами ПВП. Супер с китайцами ПВП. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Бабах, Михас, регион это не у меня, регион это у всех, кто здесь, вот это Азия данный турнир, на Азии проходит, фиг ты пасаешь тут факту, все, пробочка снизу уходит, а что ты дал-то сессию, блин, тормозной-то какой-то, а товарищ, просто ездил бы там пробкой, да ездил бы, и все, никуда факта там не село бы вообще, здесь 3 мари, кдпошка, 4 сейчас будет, старпорт строится, минки на муви пойдут сюда, так, Чина, ты что-то слоупочишь, запись на главной, так, факта летает, а что у нас минка, а как обнаружил, я чуть не понял процесс ее, чем он ее убил, слишком нагло, Бьян, вкопаться, видимо, хотел там, я так понял, этой минкой, и в итоге вот так вот, самый большой, походу, Ил-76, МНДМ, я думаю, что именно он, что летит как раз кислово, где обычно учения идут, может, кто-то и прыгает даже, ну, наверняка, просто так они не летают, зачем им просто так летать, если можно пацанов покидать еще, так, ну, все, опс есть, здесь уже минки точно не вкатят, и ты сейчас откроется, начало для опроса хорошее, вам скажу, кто-то лагать начал, это не я, пинг не прыгает сейчас, ну, даже при таком раскладе Бьян умудряется пять пробок его взять и срезать сейчас, просто вообще никак не реагирует, ну, что он творит-то, блин, обсервер сбит, еще одна пробка проходит, не то факту, не то Мариков, ты выбери что-то, фокуснуть-то хочешь факту, либо Мариков, минка идет вперед, сейчас прямо в минеральную линию заходит, нужно рабов уводить всех, обсервер еще просто не готов, ну, залп одну всю пробку подрезает, повезло здесь, конечно, просто обсервер подводит, ну, как повезло здесь, правильно он контролил, молодец, ну, здесь уже Либератор, посмотрите, и уже Бьян, блин, ну, не в плюсе, но уже как минимум сравнялся, как бы, насколько хорош Бьян сейчас, да, полный бред сделал, абсолютно не удалось, просто пару грамотных действий дальше, в общем-то, правильное принятие решения, и все, в плюсе уже, минус сталкер, минус два сталкера, ну, даже Либератор, рабов не убил, но два сталкера подрезал, пробками сталкером не заметил, просто отвлекся сейчас, спасибо за информацию, As well, это Rush Crazy, насколько я понимаю, погодите, не Rush Crazy, а, ну да, Джима только что Бьян убил, 2-0, Играет Страж Крейзи теперь, Вот это кривовато, дроп был, конечно, часть марика вообще не дропнулась, но Бьян упорно идет вперед, и просто забревает адептов, забревает сталкеров, попытка укуснуть Медивак, Медивак успевает отвезти Бьян, уходит из-под уверчажа, несколько мариков на этом уходе, правда, потерял, вот сейчас вот и Медивак погиб, но марики со щитами, марики со Стивом, марики начинают минеральную линию просто разваливались, пять пробок уничтожено, шесть, это же катастрофа для процесса, семь, восемь, и это не предел, девять, и еще и сталкера забирают. Я просто смотрю, как с ним играть вообще с этим Бьяном, блин, он реально дикий какой-то вообще, реально сложно с такими тиранами играть, вот к чему нужно стремиться, вот к чему нужно стремиться, к контролю, как у Бьяна тираном, ну и конечно же макро, как у инновейшна и задумки всяким к таким вещам, но из Европы, из тиранов сейчас ближе всего, я думаю многие понимаете кто, это ближе всего Ютермаут именно к такой игре, потому что контроль у него на высоте реально. Благодаря ему получилось выбить Тру из отборочных Копа Америки, но в итоге Мейджор сам убил Ютермала, потому что он делал какую-то просто бредятину с Масс Рипперами там. Так, ну что, дестабилизатор Харас, неплохо, шесть сейчас пробочек, шесть КСМ было уничтожено, но приходит Малек и минусует третий Нексус. Два Увертяжа выставляет Протес, но теряет Мазеркор и Бьян просто с другой стороны заходит там, где Увертяжа, и нет, и опять катастрофа для Протеса просто на этом направлении. Стимпатч Сабьян, конечно же, сбреет адепт, конечно же, сбреет еще Масс Пробок, сейчас 64 на 88 по лимиту, и никакой дестабилизатор Харас в ответочку вот этому уже не подрешает. Здесь есть Колосс, просто и сейчас, наверное, ровно месяц, 16 пробок уничтожено. Ну, нету, а прикиньте, если бы Ян вообще бы фокуснул Мазерку, что Рычажей бы не выстоял, вообще бы ГГ уже было бы. Ну, вот это неплохо, 7 КСМ-ок и Мародер. Ну, здесь дропы идут по всем направлениям уже. Минус Кибернетка, минус Пилон, Колосс только один, рабочий тоже минус. Здесь Марик пытается ступить, Марика зажарила. Дроп улетает назад и опять же минус 8 пробок. Вот такое ощущение, что для Бьяна это так все легко получается. Он просто, ну, прилетает и постоянно что-то подрезать успевает. Опять Бьян залетает. В это время еще двойной дроп разгружается перед вторым Нексусом. На мэне будет держать напряжение у напонента. В это время, кстати, дестабилизатор на мэне залпом еще 5 пробок убивает. Бьян тем временем заходит на вторую базу. Сейчас просто пойдет ее отбивать. А в это время на мэне еще врыв будет. Билоны падают. Я на мэне. Колосс что-то вперед вылез. Бьян сразу замечает, как Бьян внимателен, да? Но не получилось фокуснуть. В это время сзади в тылу разгружается еще один дроп. Бьян улетает. Можно вот сюда дропнуться. То есть просто на небольшом пятачке умудряется разводить просто. Раш Крейзи уже понял, что здесь ловить ему нечего. Он просто расшатан в хлам вообще. Ну вот на самом деле китайцы молодцы, что таких игроков как Бьян зовут на турнире. Что вообще их делают. Почему? Это колоссальный опыт просто китайцам сейчас. Сыграй. Вот реально таких игр 20. 20 карт сыграешь с Бьяном вот так. Невозможно просто, чтобы игра не улучшилась. Невозможно просто. Ну или надо совсем быть деревянным просто. Ну или надо совсем быть деревянным просто. Ух. 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 Продолжение следует... 1-0 бьян. Я же говорю, дикий вообще, просто дикий бьян. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну понятно, что бьян не просто так сидел-сидел и решил, что вот так вот он будет играть. Чтобы играть на таком уровне, ребят, это вот... Нужно 8 часов в день трениться каждый день, а к турнирам мы и больше, там по 10 часов в кастом-ки играть. Ну что, ребят, вторая игра. Как вы думаете, какие шансы у нас на 1-1 счет? Ну, посмотрим, посмотрим. Не хочу вперед забегать, не хочу как бы хоронить никого. Бьян сам это сделает, если это будет необходимо. Короче, реактор у бьяна, фактация, цельщика строится через рипер. Окунинг здесь, конечно же, гейт, гасник, кибернетка стандартная. Карт Мороз на 4 респа идут в разведку. Бьян рипером с пробкой просто нашел... Ну, кросс-респы сразу не найти. Карт Мороз на 4 респа идут в разведку. Пролетает рипер, минус 2 пробки сразу. Почему 2? Почему 2, говорит Бьян? 3 4 5 6 И рипер уходит, ё-моё, блин, это опуск какой-то, что творится вообще? Реперочек, сваливай, реперони еще на хэгэ уж нет. Хотел Бьян обмануть, но все-таки не обмануть. Но, ребята, риперов 6 пробок разменяйте. Окай. Привет, локки 148 на твиче. Привет всем, кто на твиче и на гг тоже смотрят. Дичь, просто какая-то дичь, ребята. Что творится вообще? Что происходит? Сдевеет я. Если бы Бьян еще этим рипером ушел, я думаю, что самое лучшее, что можно было бы сделать Протсу, писать гг. Ну, Протс подумал, ладно, рипера убил. Еще пободаюсь пока. Пытается Бьян Адепто зажать и зажимает КСМками. Смотрите, что он показывает вообще. Что он творит? Что это такое? Минка копается раз, минка копается два. Нужно второй минкой-то залп делать. Да вот не надо было, мне кажется, залп второй минкой делать. Выкапывает Бьян, забирает их. Майрики тоже уходят. Медивак здесь рядом есть. Все, меняется местами. Медивак летит на мейн восьмию мариками сейчас, Бьян. Здесь четыре сталкера. Если они встретят, не надо, конечно. Дроп сейчас за второй зал бы просто медивак был сбит бы. И уже и минки не дропнуть. Им нужно уходить назад. То есть самый провал говорит о том, что о мертвости Проца что? Рипер сначала сюда прилетел, потом сюда прилетел. И ему просто нечем ему даже встретить было. Ну что это за игра такая? Что это за уровень-то такой? Ё-моё. Что за ошибки-то детские? Так, опс, летит. Пытается Раш Крейзи нагнать Бьяна. Кстати, по рабам у него все нормально. И третий Нексус ставится. Вообще, просто пока в этой игре нормально все. Марика словил, неплохо словил. Талкерами можно и контролить, на самом деле, хоть чуть-чуть. Пять пробок опять уничтожено. Наверное, минки на мейн залетели. Я даже пропускаю этот момент. Ну, подконтролил с талкерами немножечко. Тут поубивал Мариков и КСМ-ку. Здесь реактор на факте минки будет. Три барака работают, плюс два. Заказано пять будет. То есть, двух бас решил Бьян давить. Не отпускать. Я думаю, верное решение. Тем более, просто обнаглел мерзавец. Третий Нексус ставит. Подумал Бьян. И решил, что звук убьет. Бас его. Так, выходит в центр. Даже без Стима здесь контроль идет. Зачем? Зачем? Вот я вот просто... У тебя семь сталкеров. Ты видишь вот этот адок просто, где мародеров только восемь, а еще маленькие. Не знаешь, есть ли там Стим, и пытаешься против них переконтролить. Если там Стим есть, ты бы, ну, просто потерял бы пол сталкеров, и все вот этой кучи. Так, оп, слетает рядом. Медиваки. Что Медиваки пока? А вот первые два готовы уже. И все, Стим со щитами готовился. Плюс один, тайминг великолепный. Сейчас еще вот эти юниты все может быть загрузить, даже не пешком, чтобы шли, а побыстрее прилетели. Чё Бьян не стимится? Он хочет обмануть, что типа Стимпака нет, что ли, или что? Я вот пока понять не могу, единственное. Здесь призма летит контур-харас какой-то делать. Ну, я не знаю, что там сможет эта призма делать. Да, два полных медивак с миночками, с био-юнитами летят вперед. Бьян здесь на стиме пытается контролить. Ну, нет, здесь как бы тяжеловато. Фугасов нет, надо фугаса срочно заказать ему. Ну, можно уже всеми разгрузиться и унитами. И вот здесь вот пытаться в лоб демочку это нанести, что Бьян собирается делать. Все, разгружается. Выход будет четыре медивака, маз-био, три минки здесь. Ну, все, идти вперед надо, и все. Видит прекрасно про то, что здесь... Как развел. Просто как царь сейчас. Талкеров отогнал и напал на другую группу с двух сторон. Блин. Не, я смотрю на Бьяна. Не только контроль, а и тактическое понимание у него просто. На такой высоте, конечно, сейчас. Это жесть какая-то. Да, проц от минок уворачивается. Такие стандартные действия делают, но пофиг вообще, что он от этих минок уворачивается. Адепты прилетели. Здесь на иллюзии. Бьян сразу отбивается. Третий некст уничтожен. Это 2-0. Посмотрите, лимит. Раскатал под нулину. Сейчас Бьян против супера будет. Ребят против корейского. Просто очень неплохого. Ну вот посмотрим, что супер ответит Бьянус. Сможет ли он как-то противостоять ему. Но вряд ли у него будет столько ошибок, сколько у этих ребят. Испионно подрезать. ГГ и пищит. Просто понимаю, что его уже в лоб. Просто ушатывают. Это разгром. Остается у нас на сегодня что? Остается 3. Одно ПВТ, два ПВП. Супер Бьян, Супер Джим, Супер Раш Крэйзи. Супер Раш Крэйзи. Продолжение следует... 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 Убьет ли бы Ян Классика, я не знаю Так, завтра, кстати, у нас Что у нас? Дарк против Классика Завтра, ребят, полуфинал Старлиги, смотрите, не пожалеете Это будет великолепная ПВЦ Тиммейтов, между прочим, изыскатели А другой полуфинал Солвар Пейшнс у нас будет Это будет на следующей неделе Вообще, 2 сентября Погодите, а что, следующей неделе Это уже 2 сентября, что ли? Что-то не понимаю Так, а почему я чуть не понял Почему 2-го-то? Пятница 2-го А что за прикол-то? Вообще, никогда в пятницу не проходила Старлига А GSL что вообще? 25-го, 1-го, по идее, должно быть Не знаю, не знаю Сейчас посмотрим, GSL мы, ребята Я посмотрю в смысле Так, 26-го 31-го И 2-го тоже Какая-то ошибка На Старлиге Получается, что полуфинал Второй GSL И полуфинал Старлиги Второй В один и тот же день Мне кажется, это какая-то ошибка Скорее всего Там, в общем-то, на Ликвипедии Весьма вероятно Так, на Кибете Старочки на все есть Помните об этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что, Бьян супер у нас ПВТ другого немножечко уровня Не как только что были Ну, по крайней мере, со стороны пробцев Со стороны Бьяна-то, понятно Оно будет на таком же топовом уровне Но может супер и удивить Буду ли я стримить с дивана? Ну, когда-нибудь, может, что-нибудь и постримлю На расхлабонщики Я здесь Среди теней Ну, вот первое Косяк со стороны супера Я отвлекся Там, отписать надо было человеку Минка сделает залп Минус ценнейший юнит На такой стадии Минус сталкер Беона на любой стадии Игры ценен, на самом деле Не, ну, бывают стадии Когда, да, уже там Их заменяют Особенно в ПВЗ Вот Ну, в ПВТ Сталкеры На самом лейте Цены невероятно Потому что они должны Прикрывать От воздуха Мобильность Плюс от дробов Всяких там Итд и тд Баланс есть Предсем на СК-2 Баланс-то есть Но не у Не у всех руки балансные Так Кажется, обрубать Будет двух сталкеров Бьян сейчас Хайграунд 6 мариков Плюс минка Дропается Вот сейчас Пробочки минус Сталкеры идут наверх Залп Минус один Из этих сталкеров Сразу же Здесь марики Другого выбивают Гелики Заезжают в тыл Вместе с мариками Пытаются сталкера Запаковать здесь Просто В деревянный Макинтош Или какой там У проксов Макинтош Я не знаю Гелики Жгут рабочек Нужно законтролить Немножечко Бьян контролит 7 пробок минус Погодите А разница то есть Китайцы Или супер вообще Я что то пока Не вижу разницы Никакой Перелет на мэн Сейчас идет Мне повезло Если бы сейчас Дропнулся медивак Было бы вообще жесть Еще и либератор Следом залетает Не ну пока Супер еще жив Либератор Раскладывается Уводит супер Рабочих Уводит сталкеров Ну среагировал хорошо Но опять же Рабочих сюда Зачем то завел И все равно не едут Что за ошибки то глупенькие Супер Что ты творишь Сейчас зайдет Ну тут Четырьмя сталкерами Сюда заходить Это два сталкера Будут потеряны Шестью уже Один возможно Будет потерян только Нет тоже два А нет Один плюс по одному Успел зал сделать Все таки Шесть много Слишком по ДПСу Просто сразу Они не успевают Подойти Но шестью можно Так криво заходить Что можно и два Потерять На самом деле Легко Борис Бритов У меня нету настроек В Старкрафте Никаких мышки Все настройки У меня в винде Ну а во-первых Я с Акселем играю И здесь С Тримлю тоже С Акселем Плюс там Где-то на половине Делений Панели управления Мыши Пять Либератор Пролетает Опять пробки Куда-то заходят Он их просто Расщепляет Мясо Вообще Освободитель Подходит Сюда Сталкера Блинка Как ни было Так и нет Это Минус два Сталкера Даже вот такая Шаблаца Ну и двух Сталкеров Убивает Либератора Ну понимаешь Что это Как-то Печально Адепт На мэне Здесь Контр-Харас Со стороны Супер Идет Ну Супер Хотя Подожил Немножечко И пытается Что-то Сделать Не Ну Призму Будет Здесь Не сбить Ну Бьян Законтраливает Даже В таких Моментах Пытается Раскатить ДСМ Еще Одну Подрезал Супер Туретка Достроилась Там КСМ Достроила И погибла Ценой Своей жизни Короче Достроила Она ее Медиваки Сейчас первая Будет Три танка Сейчас уже А Четыре уже Танка Надо значит Ждать еще Преплода Медиваков И выходить С четыремя Медиваками Брать все четыре Танка Бьян Очевидно Собирается Супер Идти Убивать Скан Минус Обсервер Туреток Так Есть на второй Туретка Есть С краешки На мэне Но Даркшрайн Почти готов И сейчас Дарки Полетят Вперед Минус Талкер Ошибка Супер Здесь Рядом Стоит Безусловно Достаточно Ли сканов Бьяна Один Скан Есть Достаточно Чтобы не Получить Дэмэджи И понять Что там Дарки В общем-то Еще два Медивака Вылетят Что-то Как-то Супер Отдает Сталкеров Только Зачем Он отдает Их Морики Почти Со Стимом Сейчас Но Без Щитов А в это Время Адепты Прилетают Почему Супер Иногда Просто Делают Даркшайны И вообще Никак Их Не Применяют Самое Интересно Так Танки Сиджатся Морики Пытаются На ХГ Пройти И Проходит Кстати На ХГ Вполне Успешно Верчаж Выставлен В секунду Падает Одного Марика Убил С этого Верчажа Супер Стимпак Минус Нексус Здесь Двальный Друг Идет Купер Фиш РГГ Разгром Просто Изничтожил Дарков Даже И не Построил Вообще Против Ну а что Для Обьяна Лайфинг 1400 Долларов Если что Первое место Играй Вот эти Такие Пулики Картай Выигрывай На Онлайн Капах Деньги И Фактически Это И Тренировка Капах Деньги Капах Ну, там особо некуда дарками, конечно, суперу было врываться, но все-таки попытаться надо было, ведь туретки были, хоть на каждой базе и были по туретке, но они были на направлении движения призмы, чтобы ее отгонять просто. А в самих-то минеральных линиях ничего не было, то есть два дарка просто где-то за бачку бы привез бы и, может быть, что-то наубивал. Африка Фрикс супер, как бы, из команды этот супер, обыкновенный такой супер. И как бы это уже не китаец, а кодорец игрок, вот этот вот просто, если что. Ну, может быть, сейчас в этой игре что-то по-другому получится, ну, суперу посмотрим, получше будет. Субтитры сделал DimaTorzok Все, начинает второй. Газбиян добывать сразу тремя КСМ-ками, все стандарт. Прилетел Reaper, что подрезал-то уже? Уже пробку где-то подрезал, я даже пропустил вообще, где? Ну, где-то здесь на второй базе, видимо, которая Nix устроила. Не катастрофа, ну, блин, уж я прилетел и уже подрезал-то тут. Вот опять Reaper летает, MotherCore видит, супер не реагирует, Reaper залетает. Вот если бы полетел, ну, побоялся, видимо, что какой-то другой унит с ХГ есть, Reaper не захотел отдавать. Ну, если бы прорвался сюда, я думаю, две пробки где-то убил бы. Серьезного ничего не выиграл. Бьян ничего серьезного не выиграл тоже. Ровно так же, как и Супер. Но уровень игры, тем не менее, пока что. Но он вот уже на GSL-чике в одной четвертой. Может быть и дальше пройдет. Все расписание на Starline League есть в новости и на Team Liquid'е на Liquid'е тоже оно есть. Дробчик прилетает от Бьяна и опять у Супера на этом направлении не пилона, ничего нет. Из юнитов 1, Адепт MotherCore с уверчажем, который бесполезен здесь. Ну, что ж такое-то? Что так дропы-то сейчас просто выпускают прям вот эти? Мне самому от них постоянно не отбиться, постоянно задропывают. Так, внутри Гитая есть плюс Сталкера. Надо прогонять все отсюда быстрее. Минку пытается выпускнуть Супер. Не успел Бьян поднять, улететь. Пытается Супер убить Медивак. Не так-то просто, оказывается, сделать. Улетает в итоге Бьян. Ну, Медивак продемажен. Надеюсь, Сталкер на 2хп выжил. Повезло. Третьего Нексуса нету и пока не будет. Сейчас еще минус одна пробка на этой минке будет. Ну, Бьян просто читает здесь все. Минус пробка. Либератор есть. Либератор прилетает, блочит. Со стороны вот этой неровности. Блин. Ушел на Мэйн. Супер. Здесь в это время бомбит. 6 пробок. Как с куста. Опять вообще. Расконтроль, переконтроль. Будет Уверчат. Будет Медивак. Зафокусил. 10 пробок уничтожено. Сталкеры выходят. Выбивать Либератора. Минус 2 Сталкера. И еще одного чуть не минуснула. Короче, катастрофичное начало опять со стороны. Куда они едут-то пробки на точке сбора? Уже 2 минуснула эта минка. Апсервера нету. Где апсервер вообще? Чем выбивать? Нечем выбивать. Где лапсы вообще все? Раз. Вот с мэйна летит. Опс. Прич пробка сюда захочет. Давайте еще жахнет. Минуснет. И здесь уже была... Здесь уже с танком отсюда сейчас начнет простреливать Бьян. Это просто разгром. Ребят, сталкеры ушли. Опс прилетает. Сейчас сюда просканить минус опса. Тогда как-то вообще просто будет разгром. Так, ну с блинком вышел вперед. Супер. Ну вот здесь доконтролился. Доконтролился Бьян. Супер с блинком законтрил этот выход. Ну, переагрессивничал, я бы сказал. Здесь немножечко все-таки тиран. Пытается демеджинг зафокусить с сталкеров. Обсервер разбивает. Еще и Марикер спасает. Так, приходит супер в ответный пуш. Пара-бам. 45-52 в пользу тирана. Боевого 39-25. Короче, везде провал. Третий Никс пытается, конечно, супер здесь заказать. Но я боюсь, что уже здесь никак он его не спасет. Хотя в колоссах пытается выйти. Не знаю. Бьян, наверное, убивает. Сейчас пойдет скорее. Им доделается. Щеты будут заказаны. Опять же с танками. Плюс третья цс-чика есть. Плюс два барака. Сейчас пять бараков заработают. А, танк всего два. Танка в минки переходит. Бьян дальше. Этих Мариков можно и увезти. Отсюда уже было бы. Так, Либератор на мейн полетает. Почему он не контролит пробок? Я просто понять не могу. Они постоянно у него заходят в рейндж Либератора. Здесь не Ксус Бьян чем-то отменил. Или Супер сам его отменил? Я понять не могу. Только что он был готов уже почти. Кто его отменил? Я не видел никаких дропов с этого направления. Как будто бы Супер сам отменил. Идет в попытке что-то сделать. А, ну колосса отвел. Колосс не ушел бы здесь. Ну, сталкеры пытаются подрезать пару юнитов и отступить назад. Три сталкера минусуют на этом Хараси Бьян. Два сталкера убили танки. Они фокуснули медивак. Одного сталкера Био не отпустили юниты. Нужно выдвигаться вперед. Плюс один есть. Сейчас у Тирана, простите. Один-один будет на Протса плюс один. И еще будут, соответственно, щиты в ближайшее время с фугасами. Фугасы вот уже готовы. Одного сталкера как раз тормознул. Марикес. Блин, Бьян вообще хитрец. Со всех сторон Супера просто. Щемит как-то. 141-90. Пробиваются камни. А что тут? Сталкерами надо уходить. Залп по зелкам. Еще один залп. Вот. По газу начинает Бьян стебать. Туречка здесь пошла. Сюда просто не зайти, бро. Будет, если он захочет отбиться с этого направления. Ну, сталкера опять в контратаку. Что здесь Биу? Вот 168-109. Как вам, ребят, ситуация по лимиту? Заходит сюда Биунечка наверх. Хочет продвинуться. Бьян загружается. Полетел на мейн. Ну, тут на мейне есть чем встретить, правда. Но он сейчас пока просто отойдет. Вот эти сюда, скорее всего, зайдут, ребят. Робу фокуснул Бьян. Нет, здесь никто никуда не заходит. Пошла атака со стороны Протса. Да, идет Протс вперед. Темпачится Бьян. Отступает Лючка назад. Разворачивается, принимает гусь. Мейна так и не выходит под крепа. Ну, тут супер отбился, конечно. Но... 163 на 86. Двукратное преимущество по лимиту. Бля-бля-бля. Сегодня Бьян на кураже. Всех просто громит. Просто 6-0 вообще. Просто 6-0. Причем такие 6-0, что... Большой жирный ноль, короче. Большой жирный ноль. Замечee. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, пвпшечки начинаются, ребят Две пвп Супер против Джима Супер против Раш Крейли Конечно, Бьян красавчик Так, сейчас игра начнется, я отлучусь там на минуточку, на пару минут и вернуть к вам Все, игра начинается, все, сейчас я приду буквально, поставлю фп вам через пару минут, Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я здесь, среди теней Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok то обязаны оппоненту предоставить тоже средства, чтобы все честно было. Кто-то окей не нажал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, да, кстати, хочу вам сказать. Выложен Лайфенкап группа вчерашняя и Старлайн Лига. Плюсуйте эти... Плюсуйте вот эти все дела. В Старлайн Лиге просто массив Лайф против Димаги матч. Кто не видел, обязательно смотрите. Валидолище был просто адовый. Я там чуть не сгорел. Вообще дико было. Сейчас я быстренько в группу свою выложу все это дело. Продолжение следует... Спасибо всем за плюсики на лайфенге 8, на старлайне почему-то 5. Короче, ладно, потом заплюсую еще. Все, погнали, короче, ребят. Джима 1.0 ведет против супера, суперпробочку ведет в интересном направлении, это, кажется, какой-то пуш будет с его стороны. Второй пилончик ставится, здесь то же самое пока что, но без вывода рабочих куда-либо. И вообще поздний газ, по три раба поздно в газе будет. Я уже говорил про лайки. Аспирант Анрюха выкладывает мои видео на мейн сразу. Но по правилам нужно 10 лайков, чтобы оно на мейне было, чтобы никто не вонял, не пищал. Плюсуйте просто, чтобы там видели, что люди плюсуют. Как бы и все. То есть это и так задним числом делается. Но я хочу делать, чтобы вы поддерживали тоже это видео и людям помогали, которые смотрят в том числе. А так как бы ничего это не дает другого абсолютно. Вот на ютубе плюсуйте, да, там как-то каналу плюс от этого какой-то идет. На ютубе тоже плюсуйте. Заходит супер к Джиму. Прямо адептов Джима шатает. У Джима же на мейне. Естественно, для Джима это нехорошо. И уходит назад роба-гейт. Это с имморталом прессинг будет. Джим вообще не проверяет ничего. Но это ошибка ничего не проверять, ребят. Ошибка. Надо проверять. Четыре уже здесь адепты. Сейчас первый иммортал будет готов и сталкер. Вот через адептов этот пуш в первый раз вижу. Потому что если просто прилетает, например, Джим и видит, что здесь происходит, то у тебя адепты. Сталкерами хоть прийти, прикрыть можно там. А адептами ты ничего не прикроешь. Так, залп и пробку убивает, по-моему, или даже две. Пытается уйти. Но одного адепта минуснет уж точно. Я не понимаю, зачем Супер так сильно лезет сейчас. Отдал двух адептов на ровном месте. А вот иммортал пришел с тремя сталкерами. Пробки сразу же помогать пошли. Ну, сталкеры просто изничтожены моментально. Здесь адепты ходят. У верча же все потрачены на мэйни, на адептов. Короче, в итоге иммортал со сталкерами решают. Пробочки все падают. Надо пилон просто забрать. ГГ пишет Джим. Ну, конечно, такая провальная оборона. Тут ничего не поделаешь, ребята. Так, на старлайне 13 и здесь 16 плюсиков. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Пошел инвайт, третий решающий у нас будет сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то опять кто-то там готовность не подтверждает. В итоге не можем нормально начать, ребят. Вот, я вас всех приветствую еще раз. За внимание благодарю. Поддерживайте. Помните, что поддерживать нужно мой канал, естественно. Отключать отблоки. На премиум подписываться. Ну, и либо напрямую по реквизитам, либо через плеер поддерживать. У нас, соответственно, Life&Cup. После него я прервусь. Наверное, сегодня больше ничего и не будет, скорее всего. Вот, завтра будет тоже корейские туры, китайские. Но там, кстати, Блай будет играть завтра на подобии Life&Cup. Сгл он называется. Тоже не пропустите. Тоже не пропустите. Все, третья решающая Супер против Джима Простите, с Раш Крэйзи Последняя будет игра Фактически Если Супер Побеждает Джима То есть сейчас какая ситуация Джим выиграл Раш Крэйзи Боян 2-0 просто всех избил Простов, вообще в мясо просто Если Супер побеждает Джима То тогда у него Ну ему нужно, да, Раш Крэйзи будет победить Чтобы выйти со второго места Ну если Джим победит сейчас Соответственно Супера Например Тогда у Джима будет уже две победы И Супер уже точно не выйдет То есть с Раш Крэйзи Они за третье-четвертое будут играть Все, погнали Супер 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 Так, в этот раз Джим прокси ставит Смотрите Причем нагло Нет, чтобы где-нибудь здесь Чтобы хоть не видно было Прямо по центру движения Через центр Соответственно Но это гейт Это не робот То есть это тупо Так, это тупо Три гейт пуш Может быть даже четыре гейт пуш Я не знаю Адепт Ими проходит Одного сразу забирать Обязательно нужно забирать Вот и бомбишь Контроль Китайца Как я не знаю Мертвый Контроль Мазеркорд Здесь есть Сталкер Предвстречает Адепт Уверчаш Пшел Адепт Минус один Адепт Минус два Скорее всего Будет Так Б2 спирит Являются ли Мулы имбой Я уже не раз говорил Золотое правило Имба является Та раса Против которой Ты играешь Вот И девиз Нытиков Вонючих Достали меня Уже Вот Вывести в коридор Расстрелять всех Как Жириновский Говорил Ну что ребят Приходят Здесь джим Супер просто Сталкера на халяву Как Вот как бомж Реально Вместо того Чтобы грамотно Расконтролить Пуши Приходят Отдается В мясо Вообще Здесь ничего Не открыто Старгейт Не работает Как же Вообще Вот так Мертвого Отыгрывать Можно Ты рашишь Куда-то идет Как лунтик Вообще На муви Отдается Ну как так Играть-то надо Блин Я не знаю Должен Сверх Внимательный Бэджим А он А он тут Хотя Супер Супер Смотрите Вниз Спустился И сейчас Супер Может Поплатиться За свою Такую Сверх Агрессию У него Иммортал Уже Строится Не Он уже Наполовину Здесь Печаль ГГ ГГ Джим Это Фак Здесь Есть Спилон Сверх Уверчаж Есть Два Гитая Есть Иммортал Сейчас В продакшене Уже Через 8 Секунд Он будет Готов Это Все Это ГГ ВП Ну Оракул Может Залетит И что-то Там Сделает Тут Уверчаж То есть Снизу Юнитов Достаточно Чтоб Этих Прогнать Тем Более С Иммортал Вообще В хлам Супер Все Развалят Смортал Спускается Сталкировки Подрезает Короче Идет Там Отменять Уверчаж На мэне Два Уверчажа На мэне Три Уверчажа Оракулу Сразу Подрезает Вопросы О победителе Снимает Тремя Уверчажами Потому что Если Оракул что-то Сделал Может Что-то Получилось Дальше Но Не при Таком Раскладе Припекло У меня Что-то Реальный Мючка От Этого Джима Как Через верх Один Через проход Пошел Сам по себе Блин Ну что Рас Крейзи Супер У нас Глаза Супер Надо выигрывать И все Сейчас я домой Быстренько Позвоню Ребят Своим И вернусь К вам Ребят Ребят Все Возвращаюсь К вам Привет Наргил Поздновато Ты пришел Последнее Бутри У нас На сегодня Сейчас Будет Вот Потом Я Прервусь Может быть Вечером Ворвусь Но не факт Что вообще Ворвусь Ну что Ребят Могу Сказать Только Одно Я думаю Что Супер Здесь 2-0 Скорее Все Рас Крейзи Будет Выигрывать Вижу Что Он Разыгрался Но Учитывая Как Играет Супер Что-то Как-то Не Ахти Может Какой-то Конечно Здесь Чизочек И Зайдет Может Быть Но Я Сомневаюсь Очень Очень Сильно Сомневаюсь 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 Смотрите-ка, как Crash Crazy хорошо зашёл к Суперу. Если это будет Размен, то Блинг Сталкеры в Размене это всегда вообще круто, я вам скажу, ребята. Тут заходит Супер на ХГ, что-то два пилона каких-то стрёмных. Дарк Шрайн готов. Ну, дарки что здесь? Дарки на самом деле, дарков-то нету. Сейчас два гейта будет отключено, останется только один работающий гейт фактически у Супера здесь. Пробок он увёл. 400 минералов добил. Добыл и всё, добил. И на Нексус будет. А у Раш Крейзи на Нексус нету. Посмотрите, пять минералов пробка не принесла. Катастрофа вообще. Жесть какая-то. Ну, конечно, для Супера победа. Здесь Мазеркор чипсы морфлами наглеет, разговаривает. Пробки... А, он все ещё на вторую пробки телепортнул свои. Ё-моё, чё за провал-то? Мазеркор пытается улететь. Супер прям на золоте здесь у Раш Крейзи ставит Нексус. Мазеркор поймает, я уверен, никуда не денется. Он деться может вообще отсюда уже. На Мейнтеле портнуться. Сейчас будет убит. Мазеркор бит. Даркшрайн убивается. Дарки есть. Дарки отсутствуют. Нет, очевидно, что Раш Крейзи здесь будет уничтожен. Суперу надо Нексус идти защищать сейчас просто всеми своими юнитами, всеми средствами. И всё. Есть опсервер здесь у Раш Крейзи. Но был бы Дарк, был бы Дарк теоретически, да, там два опса зафокусил бы сейчас. Если бы, если бы, то тогда могло бы быть ГГ. Но я сомневаюсь, что здесь и получится что-то зафокусить. Плюс призма есть, то есть на неё контролить. Может, какие-то пробки поехали нас здесь оставить срочно. Ну, короче, сейчас мутата начнётся. Боевой лимит есть у Раш Крейзи какой-никакой. Сейчас можно камни вот эти убить, забрать трёх адептов, например, на мейне там. И попытаться что-то делать. Здесь тоже три адепта есть. Но я думаю, что даже и так ничего не прокладит. Всё, надо сдавать минералы. Сдаёт Супер Минерал. Сразу более сотни там получил, зараза. Камни падают. Оп, успел сталкера засадить. Молодец, Супер пробивает камни. Опс есть у Раш Крейзи? Да, думаю, есть. Но Супер ещё быстро камни пробивает. Не успевает Аш Крейзи особо тут обойти что-то сделать. В общем, обойти успевает, но особо что-то сделать он здесь не успевает, как вы видите. Не знаю, что Китай здесь хочет, я просто без понятия, что он хочет. Можно пробочку здесь отстроить, пилонок, например, оставить, попытаться было бы. Ну, здесь уже какие-то и в этом направлении Супер вставить. А, пилоны, да, восстанет, это Supply Block. Ну, призму сбил здесь какой-то Супер Сталкером своим нелепо ломится, конечно. Ещё пилончики пошли. Гэгэ, Straspreder давно понятно, что Гэгэ. Блок убить не можешь, это всё. На Нексус нету. Вот если б ушёл, если б ушёл, и у него не 395 было, а 400 минералов. И, кстати говоря, он телепортнулся на второй Нексус. Ну, хотя не, если б он пытался добыть эти пять минералов, он половину пробок потерял, а у Супера и так 30 ушло. У него только 13 было. Но, даже против 30 пробок Супера с 13 можно попытаться было бы что-то сделать. Каким образом? То есть, просто на блинке пытаться подрезать что-то. Вот адепты пришли мейн убивать. Пришёл на блинке, попытался их забрать, например. Забрал бы, да, там, ушёл бы, опять бы что-нибудь там от Супер отделил бы. В общем-то, а там и в DarkShine можно выйти попытаться. Но Суперу нужно было бы в блинк выйти просто и всё. Супер. 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 Продолжение следует... 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 Так, адепты зашли... Адепты неслабо тут бомбят, ребят, я вам скажу... Смотрите, как с Мазеркором сотрудничает адепт неплохо... И Мазеркор домой уходит... Супер 7 пробок минус делает... А здесь уже и Мортал сейчас будет готов... Короче, это 2-0, ребят, как я и говорил вам, скорее всего, будет... Я не думаю, здесь шансы есть уже у Rush Crazy отбиться, учитывая, что у него сверхпоздняя роба... Была проба пораньше, может быть, что-то бы и получилось бы... И Мортал выходит... И Мортал выходит... Пилон еще даже не готов... Адепту Кранцу уже телепортнулись... Так, а нужно ли вот так Суперу было врываться-то? Проваливает Супер свой пуш просто... Шансы появляются у Rush Crazy... Супер бред какой-то делает... Нужно пилон новый ставить и Мортал заказывать, да... Если Rush Crazy здесь тупо отбивается, у него все нормально будет... Супер уж какие-то Nexus тут собрался строить, непонятно... Я не знаю, правда... Получится ли у него достроить... И опять же, спускается Rush Crazy и отдается... Блин, какие эти китайчики теплые, а... Это лезут, кто-то лезут, кто-то лезет что-то, бля... Сейчас... Чуть-чуть... Пилон не восстановлен, ничего не восстановлено... Так, вот еще одно у Stalker ворк шел... Немножечко ресурсов не хватает, а у Супера на все ресурсов хватает... Кого-то дропает... Не меня пинк не меняется вообще... А не, смотри-ка, и ко меня... А вот финг поменялся... Выхожу что-то... Что-то дичь... Ну тут 2-0 сейчас я варди досмотрю... Быстренько... ... Ну там конец уже сейчас будет... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok